Музыка Он безраздельно властвует в своем регионе уже 20 лет, дольше, чем любой другой губернатор в России. По дороге к вершине власти собрал целое кладбище людей, которые перешли ему дорогу, и ни за одно из своих преступлений не ответил перед российскими законами. Друзья, подожди. Ничего себе. Это бриллианты, наверное, да? Ну, говорят, я не разбираюсь. Ксельский парень, откуда я там? Дуэльные пистолеты и сабля 19 века, принадлежавшая Байсангуру Биноевскому, чеченскому воину Первой Кавказской войны. Показной шикрам Зана Кадырова и всей его родник, который он с самого начала своего воцарения не пытался скрывать, стал перебором даже по бесстыжим меркам коррумпированного российского чиновничества. Ваша фраза знаменитая «Откуда деньги, Рамзан?» Вы ответили «Аллах дает на восстановление Чечни». По признанию Кадырова Россия ежегодно выделяет Чечне около трех миллиардов долларов. Это сопоставимо с годовыми ассигнованиями для Башкортостана, где живет почти втрое больше людей. При том, что эти деньги идут преимущественно не на народные нужды, российский бюджет стал для Кадырова чем-то вроде безлимитной кредитки для удовлетворения собственных прихотей. И это не считая научных, воинских и прочих званий, которые можно легко получить, стоит лишь намекнуть в Кремле. Академик Российской Академии Естественных Наук, у которого за плечами лишь школьное образование, и генерал Росгвардии Кадыров рассказывал, что первого русского солдата убил в 16 лет. И ни единого путинского борца за русский мир это не смущает, ведь Кадыров так называемый герой России. Рамзан Кадыров приветствует бойцов новых батальонов и спецполка, а также их командиров. Боевой опыт многие из них получали в борьбе с международным терроризмом и в боях за Мариуполь, Попасное и Рубежное. Сегодня они снова готовы выполнить любую задачу. Если убрать телевизионные псевдозаслуги Кадырова, перед нами предстанет создатель кровавого авторитарного клана, который превратил Чечню в территорию беззакония. У него есть своя армия головорезов, гарем бесправных и несовершеннолетних наложниц, а сам он, как и его отец, пришел к власти в результате договорняка с Путиным. Издание проекта опубликовало фильм-расследование «Вертикаль Кадырова. Полная крови биография», в котором исследуют построение султаната Кадыровых в Чечне и самые громкие убийства, связанные с ним. Среди десятков уничтоженных кадыровцами людей речь там идет и об убийстве Бориса Немцова. В 100 метрах от Кремля в ту ночь расстреляли не только человека, которого я лично знал. Тогда убили одного из самых известных оппозиционеров России. В тот момент, вероятно, единственного политика, который мог бросить вызов Путину. Немцов планировал участвовать в президентских выборах в 2018 году. Поэтому с самого начала было понятно, что убийство политическое. Немцов, один из самых выдающихся политиков современной России, был тем, кого задолго до никому неизвестного Путина называли преемником Ельцина. Он настолько вырос, что его уже можно и в президенты метить. Мы не можем допустить, чтобы в Россию плыли и ехали гробы, цинковые гробы с нашими детьми, с нашими братьями. И поэтому я против того, чтобы вводить войска на территорию и Грозного, и вводить войска в города и поселки Чеченской республики. Немцов с самого начала был против войны России в Чечне, благодаря которой Путин фактически стал президентом. Конфронтация Немцова с кремлевским тираном достигает апогея в 2014 году, когда Немцов не просто осудил захват украинских территорий России, а начал собирать подробную информацию о подрывной деятельности российских властей против Украины. Я долго думал, какие есть аргументы у Путина для того, чтобы так себя вести, хоть какие-нибудь. Самый простой ответ такой – он больной человек. Он очень психически больной человек. Институт сербского, Кащенко, врачи, санитары, уколы с утра до вечера – вот что нужно. А потом я подумал – нет, он не просто больной человек. Он еще циничный и подлый человек. Он хочет, используя вот эту операцию по оккупации и аннексии Крыма, хочет править нами вечно, пока не умрет Россия. Понимаете? Он решил перейти к открытой диктатуре. В 2017-м суд приговорил пятерых чеченцев, признанных виновными в убийстве Немцова, к срокам от 11 до 20 лет. Таким образом, суд признал окончательной и официальной версию о том, что Немцова убили просто за денежное вознаграждение, без идеологических или политических мотивов. Один из осужденных, который непосредственно стрелял в Немцова, Заур Дадаев, оказался лейтенантом внутренних войск МВД России. По словам Кадырова, он был одним из самых бесстрашных и мужественных военнослужащих полка. Награжден орденом мужества, медалью за отвагу и многими другими наградами. За расследованием дела Немцова, убийства Бориса Немцова следите? Продолжаете следить? Ну что, это совершение преступления Чеченской республики было, что ли? Или я должен, или я в следственном комитете работаю, что ли? Нет, конечно, да. Как выяснили авторы расследования, некий Магомед Адиль Султанов, родственник депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, правой руки Кадырова, сотни раз созванивался с исполнителями убийства Немцова перед преступлением. Но следствие не обратило на этот факт никакого внимания. С октября 2014 года, когда убийцы начали следить за Немцовым, и до 1 марта, когда они скрылись, Адиль Султанов звонил участникам покушения по телефону 391 раз. В деле имя Адиль Султанова не упомянуто ни разу. Его как будто не было. Но у нас есть объяснение, почему так произошло. На этой фотографии Идиль Султанов вместе со своим братом Исой. Тот работал полномочным представителем Рамзана Кадырова в Ивановской области. А вот другая фотография. На ней Хамзат Устарханов. Это племянник Магомеда Идиль Султанова и очередной тренер Адама Кадырова по боксу. Родственник Идиль Султанова был тренером по боксу у сына Кадырова Адама, того Адама, который избил в тюрьме Никиту Журавля за сожжение Корана и впоследствии получил с десяток наград и регалий в разных российских регионах. К примеру, в Чечне Адам стал куратором университета спецназа имени Владимира Путина. А также 15-летний сын главы Чечни был награжден вторым по значимости орденом Татарстана Дуслык. Его Кадырову-младшему вручил лично руководитель Татарстана Рустам Мининханов. Значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласие наградить орденом Дуслык Кадырова Адама Рамзановича. Раис Республики Татарстана. Однако тенденция российских властей забрасывать деньгами, чинами, званиями и регалиями семью Кадыровых родилась не в 2024-м, а еще за четверть века до этого, когда Путин пришел в Россию к власти и привел к ней в Чечне исламского священнослужителя, муфтия Ахмата Кадырова. Причем, несмотря на то, что Ахмат за несколько лет до этого вместе с Шамилем Басаевым, организатором теракта в Буденовске, объявили России джихад, священную войну. Мы будем дальше воевать, мы будем захватывать. Удастся Владивосток захватим, удастся Хабаровс захватим, Москву захватим, мы будем воевать до конца. И никто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути. Правда ли, что вы раньше сказали, что его каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай? Нет, я говорил в 95-м, в 96-м году, а призывал чеченцу, убивать столько, сколько вы можете. Как пишет издание проект, в 99-м консультации с кандидатами на пост главы Чечни проходили при участии чеченского вора в законе, завербованного ФСБ, Мавлади Алтангириева, который впоследствии пропал и, по слухам, был казнен Рамзаном Кадыровым. От ФСБ в них участвовал замдиректора службы Герман Углюмов, который также скоропостижно скончался в 2001-м в Грозном, а от Кремля замглавы администрации президента наполовину чеченец Владислав Сурков. Во главе же процесса стоял премьер Путин. На переговорах в обмен на лояльность Кремлю российские власти предлагали кандидатам 5 миллионов долларов наличными, дом в Сочи, а также отдать под крышу, то есть разрешить беспрепятственно заниматься рэкетом, большой российский город, например, Новороссийск. Кадыров согласился. Путин подарил ему коврик для молитв, потом этим ковриком Ахмат особо гордился. Ну и Чечню. Я думаю, что роль государства в том, чтобы задать форматы, задать берега. То есть сказать, за какие берега не выходить. Не могли бы вы вот здесь и сейчас сказать своим губернаторам и пользуясь своим гигантским, на самом деле, авторитетом и общественным силам, где в конкуренции за горизонты будущего драться можно без правил, а где есть правила? Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель одного из регионов, Чеченской республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу. Вы не забыли про это? С оружием в руках. Вместе с отцом. Который, отец его, его никто не заставлял, отца. Никто не вербовал. Никто не принуждал. Он сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией. 9 мая 2004-го Ахмад Кадыров, у которого начали возникать разногласия с Кремлем, погиб при взрыве в Грозном. Это произошло во время парада на стадионе «Динамо». Рамзан Кадыров в этот день был в Москве. Его тут же принял у себя Путин и дал понять, что он будет следующим главой Чечни. Ахмад Кадыров ушел из жизни непобежденным. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с сыном погибшего президента Чечни Рамзаном Кадыровым. На протяжении четырех лет, последних четырех лет, президент Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. За охрану Ахмада Кадырова на стадионе отвечал Магомед Исрапилов. Позже Кадыров натравил на него льва из собственного зоопарка, который есть у каждого уважающего себя диктатора. А через три недели после гибели отца с загадочной смертью умер и старший сын Ахмада Кадырова Зелимхан, который по всем чеченским законам был главным престолонаследником, но имел пристрастие к наркотикам. Таким образом, летом 2004-го Рамзан стал единственным претендентом на трон в Чечне. Аллаху Акбар! Фактически, это инициативная группа по выдвижению кандидатов в президенты Чечни. Пока неофициальная. Ведь Рамзану Кадырову пока еще 27, а в президенты выбирают только после 30. Да и сам он сомневается. Разве что народ попросит. Если народ скажет, мы за народ воюем, и за народ погибают наши друзья, и мы все готовы. Народ скажет, так и будет. Да, конечно, куда денемся, если народ скажет. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Президент Путин! Мы с вами и с народом! Пока Рамзан подрастал, придержать для него место президента Чечни в ближайшие три года согласился бывший глава МВД при Кадырове-старшем Алу Алханов. Кремль сделал так, чтобы на выборах у него не было опасных соперников, но при этом у него за спиной, как тень, всегда оставался принц Рамзан, который ждал своей очереди на троне. Памятник Ахмату Кадырову в Гудермесе. Центральная площадь города и улица имени первого президента Чечни. Соседнюю улицу местные власти решили переименовать в честь Рамзана Кадырова, который продолжает дело отца. Невероятно, но Кадыров мог без ведома президента Алханова увольнять его подчиненных. Однажды охранники Рамзана даже вступили в бой с телохранителями тогдашнего главы республики. Центр Грозного, кортеж пролетает на одном дыхании. За окном на скорости сто с лишним километров в час мелькают плакаты с Рамзаном Кадыровым. Он с отцом, он с Путиным, он один. И ни одного, где был бы изображен Аллу Алханов. Когда-то висел один такой плакат с Рамзанов вместе и подпись, одна команда, да и тот убрали. Тем временем, над улучшением образа Кадырова-младшего, который занимал пост замглавы председателя республики, усиленно работала пропаганда. Сегодня руководители Чечни вместе сражаются с разрушенной экономикой, а в свободное время на футбольных полях. Товарищеский матч чеченского правительства против депутатов Народного собрания. Почти все мячи в ворота спикера местного парламента забивает Рамзан Кадыров с подачи министра спорта. Чеченским премьером, контролировавшим финансовые потоки из федерального бюджета в республику, стал москвич Сергей Абрамов. Перед парламентскими выборами в Чечне он попал в тяжелую аварию в Москве и вскоре уступил свой пост Кадырову. В 2007-м Аллу Алханов сам ушел в отставку и с тех пор Рамзан Кадыров стал единоличным правителем Чечни. Это как в анекдоте, не знаю, кто это был, но шофер у него сам Рамзан Кадыров. У президента Чечни нет своего личного водителя, он рулит сам и машиной, и республикой. Кадыров превратил Чечню в султанат, где вместо российского законодательства действует закона шариата. В частности, смертная казнь и многоженство. Как пишет проект, у Рамзана и самого есть целый гарем наложниц, а его 14 детей были рождены как минимум от 4 женщин. Как выяснили авторы расследования, второго сына Кадырова Али родила в 2006-м 14-летняя Фатима Хазуева. Фатима также мать трех других детей Рамзана Кадырова. Вот ее дочь Ашура, которая на этой семейной фотографии обнимает свою ненастоящую мать Медни Кадырову. А это Эсад и Шейх Ахмат, двойняшки которых Фатима родила в 2015-м году. Адам Кадыров, тот, что избил в сезоне Киту Журавля за сожженный Коран, родился в 2007-м. От 16-летней Замиры Джабраиловой. Она вместе с Фатимой Хазуевой участвовали в первом и единственном конкурсе красоты, организованном специально для Рамзана Кадырова. Проект установил еще несколько наложниц Кадырова, которые вступали в интимную связь с главой Чечни до своего совершеннолетия. Издание пишет, что Рамзан предпочитает девственно юных девушек, школьниц или студенток первых курсов. Красивых юных чеченок люди Кадырова отлавливали прямо на улице, скажем, по пути на учебу. Лояльных девушек он засыпает деньгами, способствует их карьере, оформляет с ними исламский брак, но никогда не признает публично. Других же девушек бросает, жестоко наказывает или даже убивает, как и своих оппонентов. К первому президентскому сроку Кадырова в живых не осталось практически никого, кто привел его к власти. Было двух часов ночи в столице был убит бывший вице-премьер Чеченской республики Яков Сергунин. Он вместе с женой выходил из ресторана на улице Покровка. Мужчина собирался сесть в свой автомобиль, когда к машине подъехал мотоциклист. Он произвел более 10 выстрелов из автоматического оружия. На том свете оказались и те, кто проводил расследование в отношении чеченского падишаха. Так, кроме журналистки новой газеты Анны Политковской и правозащитницы Натальи Эстемировой, в 2004-м жертвой кадыровцев стал главный редактор журнала Forbes, гражданин США Пол Хлебников. Пол Хлебников. Американец русского происхождения. Помимо руководства журналом Forbes, он очень интересовался чеченскими темами. За год до убийства он опубликовал книгу о вожаке чеченской мафии Хош Ахмедену Хайве. Том самым, который возглавлял Лозаннскую группировку, тесно связанную с ФСБ, а позже с Кадыровым. Как выяснили авторы расследования, основные компании, через которые клан Кадырова обналичивает бюджетные российские деньги, это Бенофон, Орбита и Изумруд. Согласно отчетам, эти личные кошельки Кадырова фирмы Однодневки входят в топ чеченских компаний по размеру выручки и владеют активами более чем в полтора миллиарда долларов. Сумма поступлений в Бенофон только за прошлый год составила почти 700 миллионов долларов. Часть этих денег, которые выделялись якобы на ремонт школ, обналичили с помощью подставных людей. Так некий таксист Муслим Мурадов в отделении Госбанка ВТБ обналичил 11 миллиардов рублей. Вся эта денежная масса была выдана пятитысячными рублевыми купюрами и весила чуть больше двух тонн. Еще на почти 8,5 миллиардов. Мурадов тут же в банке ВТБ купил слитки драгоценных металлов. Это еще свыше тонн. Сейчас, как сообщает новая газета, Кадыров сильно болен и уже несколько месяцев в администрации президента России прорабатывают возможные сценарии на случай смены власти в Чечне и рассматривают кандидатов в преемники Кадырова. Состояние здоровья 47-летнего Рамзана Кадырова не оставляет надежд на его излечение. И сейчас Москве нужно оперативно решать, как сохранить стабильность после того, как не станет жестокого чеченского диктатора. Тем временем сам Кадыров спешно женит своих детей с помощью скоропостижных браков, устраивая им буквально детские свадьбы. Так глава Чечни тайно женил двух своих сыновей Али и Адама. Причем трое из четверых молодоженов несовершеннолетние. 16-летнего Адама Кадырова женили на дочери чеченского сенатора Сулеймана Геремеева. Ее возраст из-за крайней непубличности неизвестен. А супругой 17-летнего Али Кадырова стала, предположительно, внучка депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, которой, как пишет новая газета Европа, не больше 14 лет. На этом видео 6-летней давности она вместе с сестрой, и они еще совсем дети. Перед этим Али Кадыров получил благословение на династический брак от Путина, о чем сообщил сам Рамзан Кадыров в Телеграме. Друзья в жизни внука, первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Али Кадырова, состоялось важное и незабываемое событие. Его пригласил на личную встречу наш уважаемый национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Наш президент поздравил Али с предстоящим бракосочетанием, рассказал про его дедушку Ахмата Хаджи, каким он его запомнил, какой характер был у первого президента Чеченской республики и какими принципами он руководствовался. Таким образом, Чечня для Путина фактически стала испытательным полигоном для установления беззакония и тотальной диктатуры по всей России. Проект пишет, секрет неприкосновенности Рамзана Кадырова – это покоренная Чечня как основа путинской власти. Именно так он сам стал президентом. И если признать, что лидер покоренной Чечни оказался мерзатцем, то что останется от самого Путина?